Автор расследования Екатерина Фомина, корреспондент издания «Важная история». Сейчас с нами на связи. Екатерина, здравствуйте. 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 Добрый вечер, коллега. Вот правда о войне от первого лица, от лица того, кто все эти преступления совершал. Вот это очень страшно. Да, я вот этот фильм посмотрела, я вот целый день просто не могла прийти в себя. Но вот это должны увидеть и услышать как можно больше людей. И не только в Украине, во всем мире, но и, как мне кажется, главное в России. Спасибо большое за такой отзыв. Действительно очень ценный, очень важно, когда я слышу именно это от украинцев. Я могу сказать от себя, что я гражданка России. К сожалению, на данный момент всю жизнь я работала, жила в России, занималась социальными репортажами, расследованиями именно о ситуации в России. И на данный момент все, что мы можем сделать с моими коллегами, максимально приложить усилия к тому, чтобы хотя бы на один день, хотя бы на один час приблизить окончание войны. Публикую такие материалы, находя имена военных преступников, идентифицируя их, собирая показания местных жителей. Поэтому я очень признательна и вам за приглашение именно на украинское телевидение. Это очень важно и очень многое значит для нас. И да, конечно же, основной целью для нас было донести эту информацию из первых уст именно до россиян. Именно до тех, кто сомневается, кто по-прежнему верит, что российская армия – это армия доблестная, это армия честная, это армия справедливая. Из показаний молодых людей, военных, с которыми я разговаривала, конечно же, это все опровергается. И я могу сказать, что материал был опубликован уже более суток назад. За это время мы действительно получили много отзывов от людей, которые рассказывают, что они делятся этим видео со своими родственниками, со своими родителями, которые по-прежнему не верят, что в Украине идет абсолютно бессмысленная кровавая война, а не так называемая спецоперация по спасению от нацистов Украины. Но самое ценное, наверное, что на данный момент мы получили, какие отзывы мы получаем – это отзывы и сообщения от самих военных, как бывших, так и тех, которые сейчас также не могут уволиться. Даниилу Фролкину повезло, его действительно, его рапорт одобрили, его уволили, и сейчас он не является военным российской армии. Но действительно, те пацаны, как он их называет, которых из его бригады должны были перебросить на Херсон, они сейчас находятся на этом направлении, они пытаются уйти, отказников очень много, но их не отпускают. Я могу сказать, раз есть такая возможность действительно ценная выступить перед украинцами, которые сейчас смотрят это, действительно, отказников, людей, парней, которые понимают, что эта война бессмысленна, что их просто используют как пушечное мясо, что их роль абсолютно бессмысленная в этой войне, их очень много. И я очень надеюсь, что этим материалом мы запустим какой-то процесс, и таких людей сейчас будет становиться все больше и больше. И если, повторюсь, хотя бы на один час мы приблизим окончание этой войны, мы будем делать все, что возможно для этого. Хотя вот вы написали Даниилу Фролкину в соцсетях, да, рассказали, что у вас есть его фотографии, рассказали, что вот жители Андреевки его узнали. Вот он сразу согласился пообщаться или сначала он испугался? Я скажу так, что я ему не говорила, какие у меня есть материалы, я просто написала ему в его личный аккаунт, сказала, что хочу пообщаться с ним по поводу его командировки. Я не давала ему никаких деталей, на что он мне сказал, что да, он согласен, и через некоторое время сказал, что готов созвониться прямо сейчас. Для меня было удивительно, что разговор получился настолько долгим, потому что все-таки российские военные, они встроены в такую жесткую иерархию. Я была уверена, что после 2014 года, когда многие мои коллеги проводили расследование по открытым данным, по социальным сетям российских военных и устанавливали, что эти российские военные находятся в аннексированном Крыму, на Донбассе, я была уверена, что командование строго-настрого запретит пользоваться социальными сетями и совершать такие халатности, как совершили молодые люди на этих фотографиях. То есть фотографироваться, абсолютно оставлять за собой следы присутствия в Украине. На чужой телефон, и потом этот телефон оставлять? Да, действительно, я не знаю, как этот телефон у них выпал, бросили они его, оставили по пьяни, потому что действительно российские военные в оккупированных селах пьянствовали, мародерили. Я могу сказать, общаясь с самим Даниилом, какое у меня мнение сложилось, и поделюсь, я сегодня созванивалась с еще одним военным, действующим военным, который тоже пытается уволиться. Пока он не уволился, он боится последствий, не готов разговаривать под своим именем и под своим открытым лицом, но он сказал, что, посмотрев это видео, которое ему попало совершенно случайно на Ютубе, потому что это видео было в трендах российского Ютуба, что тоже совершенно ценно, мы смогли достучаться до большего количества людей. Этот военный сказал, что он посмотрел признание Фролкина, и он вспомнил все то, что он пытался забыть за эти месяцы, которые он пережил, то есть те самые трупы вокруг, те самые трупы его друзей, его сослуживцев. И он сказал, я понимаю, почему он согласился с тобой разговаривать, потому что нам действительно не с кем об этом поговорить, потому что нас никто не понимает. Да, Катя, а вот вы сначала, вот вы с Даниилом сначала говорили больше часа, да? И вот по большей части он отрицал свое вино, да, вот были такие слова, он говорил, мы люди маленькие, нам сказали, мы пошли, и вдруг он вам перезванивает. Вот по вашему лицу было видно, что вы очень удивлены, и тем более он попросил пообщаться по видеосвязи. Да. И там уже прозвучали все эти признания страшные. Да, я думаю, что несколько факторов повлияли на это, потому что на момент нашего разговора с ним Даниил по-прежнему был военным, он по-прежнему находился в части, где временно дислоцируется его бригада, и он готовился вместе со своими сослуживцами к переброске на следующее направление, на Херсон, и у него не было уверенности, что действительно ему удастся уйти, и что сейчас его, по сути, не отправят в пекло. Я думаю, что я задала ему те самые вопросы, которые, возможно, он сам себе задавал, потому что на момент, когда мы с ним созвонились, его признания звучали достаточно четко. Я думаю, что он был знаком с таким способом признания, как вот эти вот записи видеопризнаний, каких-то видеообращений, потому что в России, к сожалению, в абсолютно бесправном государстве вот такой тренд на видеообращение, на какие-то просьбы, потому что все-таки ручное управление в государстве, он сейчас очень высок, и я думаю, что Даниил на самом деле понимал, что такой способ есть, и поэтому так, наверное, четко, не задумываясь, но в то же время в каком-то, не знаю, порыве он все это рассказал. Я не знаю, почему он решил довериться именно мне, но мне кажется, что в том числе повлияло то, что я на самом деле была первым человеком, который с ним связался и который задал ему эти вопросы, потому что до меня мои прекрасные украинские коллеги из издания «Слидство.Инфо» тоже шли со мной, по сути, по той же дорожке, тоже нашли тот же самый телефон, но с Данилом они решили не связываться. Я не знаю, из личных каких-то соображений, из нежелания общаться с российским военным, либо просто не догадались, хотя на самом деле на поверхности лежала попытка вот как-то обратиться к нему. Ну, я честно скажу, вы правы, да, лицо очень удивленное, потому что я не ожидала не то, что он совершит какие-то признания, потому что свидетелей его преступлений, как я рассказываю в видео, действительно нет. То есть без его слов... Ну вот он признался в убийстве, но как мне показалось, да, он все время пытался себя оправдать, да, вот я там убил, потому что то-то и то-то, потому что нам грозила опасность, все время он пытался себя оправдать. Это правда, это действительно не служит ни в коем случае оправданием военных преступлений, ни в коем случае не служит каким-то смягчающим, да, обстоятельством. Это наоборот показывает всю многогранность и весь страх, всю трагедию этой войны, потому что человек действительно, молодой парень, 20-летний, действительно верит во всю ту чушь, которую ему внушили, и что он действительно очень быстро встроился в эти рамки взаимоотношений свой-чужой, настолько, что готов даже убивать того человека. И на тот момент, когда мы с ним разговаривали, я вижу, я верю, что действительно он свято убежден в том, что человека, он убил, его это гложет, но что он убил не просто какого-то жителя по пьяни, для, не знаю, для прикола, от ощущения собственной безнаказанности. Он действительно на тот момент был уверен, что он делает правильное дело, и уже через многие месяцы, когда его перебрасывали с одного на другое направление, он, я думаю, понял, что, как он говорит, война эта никому не нужна, лучше бы ее на самом деле не было, потому что действительно убил он мирного человека, он убил отца, он убил многодетного отца и любимого мужа, и было очень больно, невыносимо на протяжении командировки и дальнейших звонков самое тяжелое разговаривать именно с родственниками жертв, и когда вы во время перебивок показывали рекламу, презентацию вашего фильма, истории войны, и действительно я, ну, у меня потекли слезы, потому что самое тяжелое — это разговаривать с вдовами, разговаривать с матерями, самое тяжелое — это обнимать их и идти с ними на кладбище, и после этого, после того, как я лично побывала в Андреевке, во многих других селах, на кладбищах, видела эти свежие могилы, могу сказать, что, наверное, это во многом послужило ответом, почему мы решили публиковать историю Данила под его именем, под его настоящей фамилией, с его лицом, хотя, конечно же, он находится в данный момент на территории России, и действительно ему может грозить опасность, уголовное преследование или какие-то расправы. Скажите, вот в конце фильма Фролкин говорит, что делает это признание для того, чтобы спасти жизни своим сослуживцам, которые, по сути, стали для командиров пушечным мясом. Катя, скажите, вот вы ему поверили? Я думаю, что действительно та мотивация, то объяснение, которое он дает, именно в его картине мира, в его каком-то достаточно простом внутреннем мире, в котором все достаточно просто функционирует, без лишней рефлексии, потому что на момент вторжения в Украину ему было 20 лет, как и многим его сослуживцам в жизни, по сути, он ничего не видел, то есть достаточно такой вел образ жизни, у него очень неблагополучная семья, потом он отправился в колледж и с 18 лет уже служил и впоследствии подписал контракт. Я думаю, что действительно мотивации спасти жизни кого-то из сослуживцев можно верить, можно верить, я не могу ответить на вопрос, есть ли там какое-то покаяние, раскаивается ли он сейчас, я не могу на это ответить, потому что это какие-то настолько неосязаемые материи, вот этот вот фактор раскаивания, как понять, раскаивается человек или нет. Но действительно мотивация у него была, и я в это верю, я могу сказать, что те его сослуживцы, которые были с ним на момент его со мной разговора, в части, сейчас они уже переброшены на другое направление, на Херсон. Данилу удалось просто уйти и подать рапорт об увольнении. Екатерина, а как вы считаете, а может быть, одной из мотиваций было то, что ему просто нужна публичность для того, чтобы он, как свидетель этих преступлений, просто в одно время не исчез, как это часто бывает в России? Я думаю, что это такая мотивация, и такое глубокое, достаточно очень хитрое, возможно, и очень смышленное решение, недоступное ему на тот момент. Потому что, как я уже сказала, действительно парень не очень понимает, не очень разбирается в этих категориях публичности, непубличности, сколько человек посмотрит, что мы вообще за издание на тот момент, он тоже не понимал. Он не знал на тот момент, потому что он 7 месяцев уже находится вне дома, то есть с 11 января, когда его перебросили, по сути, вот отправили на учение, он не знал, что за это время в России приняты такие репрессивные законы, вводящие цензуру военного времени, как закон о фейках, закон о дискредитации армии. Я могу сказать, что мы, когда думали на протяжении трех недель, готовя эту публикацию, мы, журналисты, размышляли над тем, что действительно публичность – это как раз то, что может обеспечить сейчас ему какую-то безопасность, какую-то, возможно, помощь, и да, привлечет каких-то хороших специалистов, именно юристов, адвокатов, которые, возможно, готовы будут его защищать, и которые постараются сделать так, чтобы этот человек отвечал за свои преступления, чего мы, конечно же, в нашей редакции все ждем, а не просто сел в тюрьму, как сейчас в России можно просто сесть на 15 лет за то, что ты называешь войну войной. Нам этого не хочется. Я от себя скажу, что я действительно этого боюсь. Я действительно, зная, как пытают в российских тюрьмах, очень много готовы про это материалов и расследований в прошлом. Я не хочу такой участи для этого человека. Я хочу для него справедливого, честного и честного суда, и чтобы он понес наказание и получил действительно свой достойный срок за то, что он совершил. И также я, конечно, хочу увидеть на скамье подсудимых всех командиров, про которых он рассказывает. Катя, еще раз спасибо огромное вам и вашей команде за этот фильм, за всю ту огромную работу, которую вы проделали.